Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы с вами будем готовить удобрения, почвенное удобрение, пролонгированного или продолжительного действия. Минеральные удобрения являются важным компонентом интенсивного возделывания сельхозрастений. При этом сейчас многие переживают, что минеральные удобрения это плохо, это загрязняет окружающую среду, это как-то неэкологично и так далее. Есть в этом и плюсы, и минусы. Любое производство промышленное является неэкологичным, неприродным. Но в конце концов на эти вещи можно смотреть по-философски. Человек точно такая же компонента природы, компонента экологии и все, что он делает. Если он делает это разумно для себя, то он будет делать это разумно и для природы. Поэтому некоторое умеренное использование минеральных удобрений все-таки необходимо на участке для того, чтобы обеспечить растение полностью все, что необходимо для роста и развития. Существует не так много марок пролонгированных удобрений. Что вообще такое пролонгированное удобрение? Пролонгированное удобрение это удобрение с медленным, постепенным высвобождением элементов питания растений в почву. Для того, чтобы замедлить проникновение питательных веществ в почву, производители закладывают, замыкают их в какие-то полимерные крупки, такие гранулки. Они пористые, туда проникает вода, она начинает размывать минеральное вещество, которое находится внутри этой крупки. И она начинает постепенно через эти мелкие поры выходить наружу. Однако же, подобного рода удобрения оставляют за собой достаточно серьезный экологический след в виде этих самых полимерных крупок. Ведь многие из них являются неразлагаемыми и останутся в почве на тысячи лет. Очень хорошим вариантом пролонгированного удобрения являются органические удобрения. С чем это связано? Это связано с тем, что если они сбиты в гранулы, если они сухие, они очень медленно размокают, они очень медленно отдают свое органическое вещество в окружающую среду. Это органическое вещество, прежде чем попасть на стол к растениям, должно быть минерализовано полезной микрофлорой почвенной и только после этого станет доступна растениям. Поэтому, используя вот такие гранулы различных органических веществ, органических удобрений, органик микс, еще какие-то удобрения, вы вполне можете также обеспечить длительный период мягкого питания для своих растений. Но при использовании каких-то органических компонентов, а также минеральных компонентов, вполне возможно дома создать также гранулы, кусочки, что угодно в любой форме пролонгированного удобрения. Краеугольным вопросом вот этого рецепта является домашнего, как же замедлить высвобождение удобрений из гранулы. Ведь если мы просто берем там столовую ложку комплексного удобрения и посыпаем ее в лунку, даже если мы закрываем на какое-то время слоем почвы это удобрение, перемешиваем там его как-то, все равно корни туда прорастают и через какое-то время встречаются с повышенной концентрацией этих удобрений. А особенно это опасно в том случае, когда мы используем хорошо растворимые удобрения, типа фертики, кристаллона и тому подобных. Ну, медленно растворимых удобрений азотных практически не бывает, за исключением органических. Что касается калийных удобрений, они очень хорошо связываются калий частичками почвы, распространяются там, поэтому особо сильно не вымывается, будет медленно высвобождаться. Однако, если это порошки, ну, слишком высокая концентрация создается. Ну, а что касается фосфорных удобрений, то как раз суперфосфаты, простой, двойной, нам здесь в помощь, потому что как раз оттуда фосфаты будут высвобождаться медленно. Иногда даже слишком медленно, поэтому мы ускоряем их высвобождение уксусом, там еще лимонной кислотой, может быть, фосфатомобилизующими бактериями. Посмотрите, у нас на канале есть выпуски об этом. Как бы там ни было, мы для приготовления нашего удобрения пролонгированного будем использовать аммиачную селитру, вы также можете использовать карбамид. Будем использовать аммонизированный суперфосфат, вы можете использовать двойной, простой или какой-то еще. Также мы будем в качестве источника калия использовать сульфат калия. Почему не хлористый? Ну, потому что большинство растений не любят хлора, поэтому не используйте поваренную соль у себя в огороде ни в коем случае, не поливайте ею ничего. У нас есть тоже про это ролик, вспомните, посмотрите, поищите, почему это важно. В качестве органических компонентов мы будем использовать отруби, я буду использовать овсяные отруби, вы также можете использовать овсяные хлопья. Это парадокс, но по стоимости овсяные хлопья могут быть даже дешевле, чем овсяные отруби. Казалось бы, отруби отход производства. Вы можете использовать пшеничные отруби, такие, какие вам только захочется. Мне очень понравилось, что, ну для минчан будет полезно в первую очередь, что фабрика коммунарка, конфеты, которые известны по всему бывшему Советскому Союзу, на сегодняшний день повернулась лицом к нуждам садоводов и огородников и продают шелуху какао, отруби какао. А вообще просто за копейки, если самовывозом, привози и буквально бесплатно только забирай. Поищите информацию в интернете, она доступна. Это очень хороший материал для мульчирования, подойдет он и для наших нужд. Почему отруби, почему эти отруби, почему отруби какао? Дело в том, что они в основном содержат клетчатку, а клетчатка способна набухать, набирать в себя много влаги и набирать на себя одновременно много раствора минеральных солей. То есть она будет удерживать эти минеральные растворы и минеральные соли в себе, также медленно, постепенно отдавая. Еще мне в качестве такого вот абсорбента очень понравилась наша белорусская промышленность, лен белорусский, в общем-то знаменитый, даже очень. И вот стали выпускать вот такой вот наполнитель, впитывающий для кошачьего туалета на основе льна. Здесь отходы льнопромышленности всевозможные. И мне это очень нравится, потому что здесь находится костра льна, а костра льна является весьма благоприятной. И для, как такой ассорбент, и содержит множество различных биологически активных веществ, и улучшает состояние почвы. Поэтому мне вот эта вот идея, то есть по стоимости, конечно, вот эта костра льна, этот кошачий наполнитель на основе льна будет очень-очень дешевым. Однако же этих компонентов будет все-таки недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить пролонгированный эффект. Но почему? Потому что если мы возьмем только отруби, только вот кастрюль на вот что-то такое органическое, в этом случае при попадании в почву наша гранула очень быстро раскиснет, очень быстро растает от почвенной влаги и начнет высвобождать минеральные вещества слишком быстро. Поэтому я еще возьму сюда, как основа для нашего пролонгированного удобрения, вот такой вот наполнитель кошачьего туалета. Все скажут, боже мой, один кошачий туалет у него на уме. Но на самом деле просто больше негде взять. Самое простое – пойти в зоомагазин и купить вот этот наполнитель. Он состоит из бентонитовой глины. Бентонит – это такой природный минерал, минеральное вещество. Источник для растений будет кремния и различных микроэлементов. Кроме того, после намокания он превращается в некое подобие глины, такое вот тесто буквально. После высыхания он каменеет и очень долго не разлагается, не разваливается, не раскисает в почве. Так и остается там внутри такой гранулкой. И вот именно благодаря вот этому бентонитовому наполнителю мы обеспечим очень медленное, очень постепенное высвобождение нашего пролонгированного удобрения. Ну, для тех, кто живет рядом с океаном, я еще очень посоветую использовать морские водоросли. Дело в том, что они содержат альгинаты, они очень сильно набухают, они очень хорошо удерживают влагу, а вместе с влагой, как и целлюлоза, удерживают также и минеральные вещества, которые будут отдавать по мере истощения этих минеральных веществ в почве, в почвенном растворе. В результате чего? В результате потребления растения. И не будет обжигать корни, безусловно, мы для этого все делаем. Но в Белоруссии покупать вот такие вот упаковочки, ну, просто экономически невыгодно. Поэтому я вам его, ну, так вот уже вот прям обязательно сделайте, не советую. В отношении прочих компонентов, по которым может создаться вопрос, да, а можно костную муку? Можно. А можно рыбную муку? Можно. А можно там мел? Нельзя, не нужно, потому что мел может заблокировать фосфор. А вот у меня томаты регулярно хлорозят. А можно я добавлю туда железо, сульфат железа, двухвалентный железный купорос? Тоже можно, пожалуйста. Все это можно добавлять. Я сейчас скажу свой базовый рецепт. Итак, для того, чтобы приготовить удобрение, мне понадобится один стакан суперфосфата, простого, марки 30 у меня. Если двойного, можно немножко меньше. Также мне понадобится один стаканчик, такой же объем, я все удобрения беру в одинаковом объеме. Просыпал немножко, ничего страшного. Сульфата калия. Также мне понадобится еще аммиачная селитра. Все эти удобрения вполне совместимы друг с другом, не будут разлагаться. Щелочных компонентов нет? Нет. Значит, аммиак не будет убираться, удаляться из аммиачной селитры. Затем я добавлю сюда отруби. Я добавлю сюда примерно 3 стакана вот этого органического наполнителя. Ну вот я добавлю всю вот эту пачечку. Это будет примерно 2 стакана. Здесь у меня 200 грамм. И еще немножечко добавлю вот этого кошачьего наполнителя. Ну, стакан буквально. Вот он в гранул, как таких, они потом раскиснут. Что ж, базовое наполнение органическими и минеральными компонентами у меня здесь есть. Я теперь должен прибавить сюда минимум равный объем получившемуся бентонитового наполнителя. Ну, бентонитовый наполнитель всегда легко узнать. Он написан комкующийся. Важно смотреть в составе, чтобы здесь не было в составе соды. Здесь надо просто посмотреть, чтобы был состав бентонитовая глина. Потому что на некоторых еще запитая сода. Вот если сода, то такой брать не надо. Мне понадобится еще здесь примерно 6 стаканов вот этой вот бентонитовой глины. Ну, я стаканами мерить не буду. Я насыплю на глазочек. На глазочек. Просто я вам покажу, что происходит с этой бентонитовой глиной, когда в нее попадает влага. А я, между прочим, вместо влаги буду использовать гумат. Это будет еще один наполнитель такой. Вот после того, как он разбух, после того, как туда вода как следует проникла, в этом случае он превращается в такую пастообразную, пластилинообразную массу, которая хорошо комкуется, превращается в такие вот гранулки, превращается вот в такую вот глинку, да, вот в такую вот хорошо лепящуюся вот такая глина. Ну, кто-то может спросить, а могу я взять какую-то глину, которая у меня на участке? Зачем мне покупать этот самый бентонит? Я не хочу бентонит, хочу подешевле, у меня этой глиной пруд прудит. Ну, надо сказать, что, конечно, глину можно взять. И голубая глина есть, и красная, и огончарная, и бог знает какая. Но при всем том, надо понимать, что глины бывают очень разные по составу, очень разные по минеральному составу. Кто их знает, что там в них есть. Именно поэтому я все-таки рекомендую взять вот такой, ну, он просто более стандартизированный. Вы можете, безусловно, поэкспериментировать, но, как говорится, на ваш страх и риск. Понемножечку, знаете, как хозяйки делают затирку. Когда хозяйки делают затирку, они понемножечку вливают или яйцо разболтанное, или воду, в зависимости от рецепта, до тех пор, пока вы не получите здесь такую однородную пастообразную массу. Может быть, придется, в зависимости от марки наполнителя, бывают гранулы покрупнее, бывают помельче, может, подождать придется чуть дольше, может быть, вы будете немножечко регулировать, перелили воду гуматой. Ничего страшного, гуматы я не разбавляю, в каком виде у меня вот оксидат торфа продается, в таком виде я его сюда и добавляю. И потихонечку, понемножечку, не перебарщивая, добавляю, 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 и превращаю всю эту массу в такое вот тесто своеобразное. После того, я обязательно, как видите, работаю в перчатках, потому что минеральные удобрения здесь в высокой концентрации находятся, и, естественно, что они будут повреждать кожу. Поэтому надо с этим быть очень-очень осторожным. После того, как у вас глина превратилась вот в такую пластичную массу, вы что можете сделать? Можно просто отделять и делать вот такие вот шарики. Если они рассыпаются вдруг, это означает, что нужно добавить немножечко воды. Если они не лепятся, прилипают к перчаткам, это означает, что надо добавить немножечко глины. Вот такие вот шарики. Он примерно в диаметре, вот если его разрезать, он примерно 1 сантиметр, как фрикадельки в суп, да? Вот примерно такого вот размера получаются шарики. Ну вот, примерно сантиметр, если по высоте он будет. Можно делать чуть больше, можно делать чуть меньше. Это не имеет принципиального значения. Главное, чтобы они не были ни слишком мелкие, ни слишком крупные, да? Потому что из них будет очень долго что-то там высвобождаться. Вот одного, в зависимости от плодородия почвы, одного-двух таких высушенных шариков, вы их можете сделать хоть с осени. На батарее высушили, на печке высушили. Никакой эмиссии, запаха, ничего здесь нет абсолютно. Причем он дружественен. Микрофлора будет его поедать, колонизировать, потому что там же отруби, там же органический компонент есть. Поэтому он полностью такой дружественный. Вот одного-двух таких шариков более чем достаточно для закладки в лунки при посадке растений томата, перца, баклажана, огурца и других растений, которые требовательны к питанию, к минеральному питанию. Это очень просто, это очень эффективно. И вот на долгое время, буквально до образования первой кисти, даже не кисти, а плодов на первой кисти, вот такие два шарика на более бедных почвах в полной мере обеспечат комплексное питание ваших растений. Без всякого ущерба ни почвенной микрофлоре, ни почвенной макрофлоре червям, там прочим организмам, потому что высвобождение будет идти очень-очень медленно, благодаря вот этим компонентам, которые мы туда положили. Что ж, надеюсь, вам понравился этот рецепт, вы им воспользуетесь, испытаете и будете им пользоваться еще много раз. Ну, а кому это все покажется слишком хлопотным, слишком трудным, что ж, вы можете пользоваться готовыми пролонгированными удобрениями, в том числе полностью органическими, такими как Organic Mix и другими. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!